Изольда Северная пишет в одной из групп на сабскрайбе 4 декабря 2019 под темой с моим видео «Историческое прошлое». 50 лет назад меня не покидал вопрос, почему моя бабушка с 1906 года рождения и бабушка с 1886 года рождения не знают своих бабушек, при том, что мои бабушки родились и жили в разных губерниях в отдаленности в несколько тысяч километров друг от друга, а мои родители, то есть их дети, познакомились после войны в Москве. В 2013 году, изучая генеалогические документы, нашла данные по метрическим книгам своих родных. И что характерно, в ревизских сказках записи ведутся с 1846 года. Ранее нет записей. Откуда исторические данные в таких подробностях, если до 1846 года не регистрировались рожденные и врачующиеся, и иже с ними усопшие? Ингвар Ипатов написал 5 декабря 2019-го под моим видео «Освоение пустующих территорий Сибири в 1900-х годах». «У меня одна из родственниц, историк, кандидат наук, озадачилась историей рода и получила доступ к архивам, закрыты для простых смертных, и…» Первое. Нашла место захоронения отца, моего деда, и приказ о награждении посмертно орденом Красной Звезды. Дед считался пропавшим без вести, и о награде никто не знал. На всех его бумагах и на наградном листе стоял гриф «Секретно». Почему? Мы так и не поняли. Далее она отследила следы предков по церковным книгам и так далее. Предки проживали в районе города Барнаула в радиусе 200 километров. Следы удалось найти с 1796 года все славяне. У мужчин при записи регистрации брака женились 25-28, женам 18 лет. Стоит пометка «Запасной рядовой» и пометка «Что умеет читать и писать». У женщин же напротив записи «Что неграмотное». Там же перечислены составы семей, кто родители. Есть записи об имуществе. Удивили размеры хозяйств. И размеры домов в пересчете на площадь получалось от 100 до 160 квадратных метров. И наличие больших амбаров, скотных дворов и садов. Я застал свою прабабушку. В 1976 ей было 108 лет. Она много рассказывала про времена своей юности, о том, что ей рассказывала ее прабабушка. К сожалению, мне тогда это было неинтересно и помню только обрывки. У всех была земля, и все были свободными, и голодных никогда не было. Слышала от своей прабабушки, что давно в реках водились каркадилы, но были мелкие, собаку могли утащить или маленького ребенка. На реке Аби в районе 1840-х годов гнездились пеликаны. В районе Барнаула очень большие разливы реки и много заводей, сейчас колонии на территории Казахстана. Многие мелкие реки-притоки Аби запомнил Калманку. Были соединены каналами, по которым плавали на четырех весельных больших лодках на ярмарку. У отца прабабушки был большой вишневый сад. Нахрена нужна вишня в необжитой Сибири? В районе Барнаула в 1800-м году находился большой гусарский полк с большим количеством лошадей. И ее дед, рассказывала прабабушка, поставлял корм для лошадей, поэтому у него было большое хозяйство. Много лошадей, веялки и еще что-то. Были фотографии и очень старые, на них все мужчины в военной форме и с оружием сабли или шашки. Напоминает донских казаков в фильме. Напомню, записи удалось найти от 1796 года. Но, со слов прабабушки, предки всегда жили здесь и ниоткуда не переезжали. Тогда не было телевизоров, и старики вечерами рассказывали о своей жизни и о том, что им рассказывали их деды. И так, из поколения в поколение, передавали сведения, иногда из глубины времени. Еще я понял, что Сибирь была на особом положении. Не было крепостных и не платили налог церкви. По-моему, если я точно помню, то вообще налогов не платили. В ходу были разные деньги, видел в сундуке. Были интересные, какие-то арабские. Поразило большое количество украшений из крупного жемчуга. Прабабушка говорила, что в наших реках был жемчуг. Его добычей и изготовлением украшений занимались женщины. Был топор очень древний. Им свободно рубили гвозди, когда были длинными. Строили дом, рубил я. На топоре даже следов не оставалось. Точился тяжело. И при заточке искры летели, как от лопасти вертолета. Еще вспомнил. Зима была очень снежная, но не такая холодная. Дома заметала по самой крыше. Поэтому приходилось постоянно следить, чтобы печную трубу не засыпало. У всех в домах было по две печки. Одна большая, одна маленькая. На большой печи могли спать старики и дети. Напомню, площадь домов, судя по записям, от 100 до 160 квадратов. Как-то так. На этом все. Или посторонним вход воспрещен. Олесь Бузина годами изучал архивы в Киеве, имел к ним доступ. И публиковал рассказы на основе архивных документов, найденных им в украинских архивах. И его убили. В том числе и за правду, которая для некоторых была очень опасна и не нужна. Плейлист на моем канале Олесь Бузина истории, в котором 5 видео, озвученные мной. Канал Веб-Рассказ. До свидания.